так тем доброго дня мы с вами продолжаем наш кур занятий сегодня у нас дождик поэтому возможно у нас смена антуража вот мы сегодня с вами наконец-таки пойдем в бкм мы начнем разбирать именно такую тему под названием лавы реконструкции и так значит где мы с вами находимся давайте вспомним сравнить с предыдущими частями где мы с вами находимся ну это понятное дело что мы 113 гк находимся да значит смотрите у нас было левым и по факту мы с вами уже некоторый набор basic блоков объединили в следы для того чтобы минимизировать количество джампов николай это когда мы несколько блоков объединяем в одну общую конструкцию над рейсом то есть у нас есть basic блоки мы от обвиняем в трейсов чтобы если мы хотим куда-то прыгать мы могли прыгать именно в другую место хорошо значит опять у нас экран моргает ну я думаю что мы с этим ничего не сделаем и так значит вот у нас есть такая такой блок так видимо тут видимо тут нет нашей замечательной картинки я и забыл вставить вот и мы сегодня начинаем как раз говорить про backend и про backend мы будем говорить с вами в трех контекстах первый контекст будет заключаться в том что нам нужно будет во первых понять какие наборы инструкции мы с вами используем и вообще здесь как раз начинает играть большую роль зависимость от той архитектуры под которой мы компилируем потому что у нас есть риск архитектура у нас есть циск архитектура и в зависимости от этого backend и будут сильно различаться даже более того они будут различаться на до такой степени что одну из стадий в одной из архитектуры можно практически пропустить ну поэтому тоже ну да есть есть смотрите у нас с вами по факту можно сказать что у нас есть и арт дерево для блока либо у нас с вами есть trace а и на выходе нам нужно на самом деле за иметь эти набор инструкции эссемблера в котором число количество число регистров в данной степени будет бесконечным то есть мы пока что не выходим за пределы виртуальности наших регистров то есть они как бы наши регистры становятся чуть менее виртуальными чем фактически потому что в яре вы видели с вами что виртуальные регистры могут иметь произвольный тип а здесь к сожалению уже будет тип непроизвольный вот и значит на мы с вами разберем как раз на основе примеров тему под названием паттерны покрытия то есть как раз смотрите по факту что у нас с вами есть у нас если честно попробовать все инструкции представить у нас с вами будет ярд дерево а то есть у нас есть выражение у нас из присваивания и так далее и вот как раз в данном случае очень удобно будет снова вернуться к представлению и аравит дерево потому что как ни странно мы сейчас будем как раз покрывать наше дерево другими маленькими кустами мечте давайте открою страницу здесь есть как раз вот такой вот assembly instruction это достаточно долг давний язык 2007 год и давайте как раз познакомимся с набором инструкции которые здесь нам предлагают освоить то есть смотрите по факту здесь есть у нас некоторый язык ассемблера в котором у нас с вами инструкция состоит из некоторых опер из оперейшим кода и дальше есть набор регистров которые мы с вами можем применять то есть у нас с вами есть операции классические есть операции с сайд эффектами значит и смотрите какие у нас инструкции есть тут важно сразу что если мы с вами работаем в концепции и ара да то у нас нету никакой по факту стоимости нашей инструкции ну она на самом деле есть если мы хотим сделать какую-то оптимизацию здесь мы можем уже на уровне так сказать ассемблера понять каждая инструкция сколько стоит то есть взять допустим то вот ту же самую спецификацию микропроцессора там если она есть и через нее как раз прогнать эти стоимость итак давайте посмотрим на некоторые инструкции и поймем что они делают значит здесь первая инструкция это арифметические операции давайте подумаем почему здесь у нас стоимость скорее всего такие то есть на сложение вычитание 2 на умножение деления 5 и 10 акта да это факты процессорного времени которые нам нужны пока нет конвейерность на следующих стадиях то есть пока что нам целую ценность инструкции надо сделать хорошо то есть вот у нас получается есть регистр значит у нас и два операнда мы делаем либо плюс либо уложить либо минус либо поделить следующий инструкции и этот элемент значит добавляет константное значение и видно здесь важная особенность том что константу вычислить намного проще то есть прибавить константу сильно проще дальше у нас есть значит вот такой язык опять же он не классический ассемблер у нас есть язык инструкция муф а которая позволяет по факту получить дат адрес pointer который указывает на даты регистре можем расшифровать наши инструкции у нас тоже есть инструкции по 2 они стоят 2 опера два такта а дальше есть вот такая операция она позволяет сделать следующее мы загружаем значение из памяти по указателю а и т а gt плюс c то есть мы передвигаем указатель по этот плюс адрес регистр плюс сдвиг делаем на дэйт регистр скажите пожалуйста в каких случаях эта операция может пригождаться то есть сдвиг по значению плюс некоторые константный сдвиг а это инструкция lot во первых для полей структур еще где ну да ну тоже самое в принципе ну да а а немножко другая инструкция но в целом да ну тут надо смотреть кстати под бэкэн какая за инструкция подойдет дальше у нас есть операция старт то есть у нас есть можем хранить данные в нашем регистре сдвинутые на определенную операцию оператор присваивания и смотрите самая тяжелая операция которая здесь есть эта операция move memory то есть цена перемещает память из одного регистра в другой участок память ну да вот в принципе сверху и видно что она выражается через две таких не они она она двигает 1d word она просто одно слово двигает ну да ну пока что мы работаем с винтами у нас пока что все что есть это интернет так хорошо а теперь смотрите важная особенность этого языка если у нас здесь кондишнл джампы видно что здесь у джампы не кондишнл то есть мы можем прыгнуть а то есть мы можем кондишнл джампы имеется который разбегается на 2 basic блока то есть если у нас в яре был кондишнл джамп в две метки то есть либо с веткой true либо с веткой false а то здесь джамп идет только если определенные условия выполнена да то есть как раз для этого мы и делали трейс чтобы мы отклонялись от основного трейса и соответственно кондишнл джамп будет весить меньше чем классический джамп да то есть как бы получается что мы экономим инструкцию так ну и простой оператор голту оператор джамп он позволяет прыгнуть как раз в определенное значение следующая инструкция которая у нас с вами есть эта инструкция call то есть мы по факту перемещаем перемещаемся в метку м и при этом запоминаем return location то есть грубо говоря это вызов функции вот она стоит 5 поинтов а то есть как бы вызвать функцию иногда конечно полезно но иногда полезно ее за inline чтобы собственно у нас не было вот таких вот операций значит return будет стоит d3 очка и память установка метки будет стоить ноличку влаги ну на самом на самом деле да потому почему он ну ну если два кола ну да ну понятно что это ну это да ну в целом вот такой язык вот ну и собственно здесь указывается допустим для этого языка типа какой размер слова то есть у нас размер слова всегда равен единички то есть здесь у нас по факту есть чара да ну понятно что для интов это тоже можно адаптировать и посмотреть сколько у нас стоимость значит у нас есть дейты регистра у нас есть адресные регистра то есть видите есть развлечение и есть программ каунтер есть указатель нас так в принципе мы можем обращаться к этим так по вот этой спецификации все понятно а теперь давайте перейдем перерисуем это все в виде дерева значит виде дерева это будет выглядеть вот таким вот образом то есть у нас есть операция от и мы видим что это как раз у нас это оператор то есть у него есть вершина плюсик и снизу он подцепляет два других операторов а оператор мул это оператор перемножения у нас есть перемножение двух операторов оператор и и он является вот таким то есть у нас есть и р и ты равно ржи ты плюс и соответственно у нас получается с вами три возможных варианта действий дальше оператор от операция лот она она у нас может редуцироваться значит это либо рыта равно м от нем то есть это как раз вот эти вот операции помните мемов и так далее которые были в яре то есть это то как эти инструкции будут у нас транслироваться в яре значит это либо мем от и ритова плюс конст либо мем конст плюс 3 ты либо мем от конста то есть в качестве регистрами игнорируем информацию либо просто оператор мем соответственно оператор створ видно что в и ар дереве стоит достаточно дорого да то есть как бы нам нужно собственно сделать мем потом сделать то есть он там стоит 10 очков ему в нем это муфа 2 мему в принципе наша цель первая которая заключается в инск покрытие инструкции это взять все наши конструкции промежуточного представления взять наши все конструкции а ассемблера которые у нас есть и переложить попытаться на построить их фиар дерево да вот чем мы должны в целом заниматься на этой стадии а дальше и если у нас есть стоимость инструкции то мы можем выполнять разные покрытия вот смотрите здесь есть некоторый пример того каким образом мы можем превратить вот этот вот набор инструкций то есть у нас как бы есть вот такой ярд дерево это у нас от сайт и индекс statement мы говорим что у нас а и тому нужно присвоить какое-то значение x давайте посмотрим на эти два разбить собственно в первом разбиение мы берем frame pointer и у получаем значение регистра на на константу а то есть это наш массив то есть первая операция здесь это lot вот она это вторая инструкция после этого мы должны с вами сделать следующее к константу сделать четвертую инструкцию которая прибавит к 0 значение 4 возьмем значение нашего указателя дальше значит мы должны будем перемножить р это и r второе да то есть вот так вот вот так на 0 это регистр в котором всегда 0 сидит концерт на 0 опять же взять и конста просто вот такой яр интересно дальше мы берем перемножение дальше мы берем сложение то есть r1 это r1 плюс r2 то есть он вот он оператор после этого мы вот это вот у нас получается значение нашего элемента массива дальше мы загружаем значение нашего значение нашего икса и делаем операцию store то есть мы прям берем и присваиваем значение нашему массиву то есть вот такая инструкция мы можем это переписать по-другому а и сказать что давайте вместо того чтобы сделать операцию лод по frame pointer плюс x мы сделаем сразу операцию от и то есть прибавим это значение по константе а потом сделаем move me вопрос как вы думаете какая из операции стоит дороже ну так какое из покрытий то есть нас получается для каждого объекта и ара у нас может быть каждую дерево рума у нас может быть несколько покрытий и ассемблер нами инструкции значит у нас есть лод store и это и ввм так давайте оценивать как мы это оценим нам нужно посмотреть на инструкции давайте поймем сколько у нас лод стоит торк мупен а здесь а ты неважно сколько стоит это любое всем больше нуля и мы видим с вами что нам выгоднее не использовать мупнем а использовать да а использовать и и констант хорошо то есть вот такой вот у нас покрытие получилось а и значит здесь возникает некоторое понять смотрите а у нас есть код у нас есть дерево а и у нас может быть несколько покрытий а соответственно мы поможем попробовать классифицировать эти покрытия каким образом мы можем скал классифицировать значит смотрите а здесь делается следующая вещь мы с вами можем построить наилучшее покрытие то есть что означает наилучше покрытие этом покрытие которое имеет наименьший вес дальше оптимальное покрытие это покрытие в котором любые два соседних паттерна не могут приобретать преобразованы паттерном с меньшей суммой весов нам вот кстати если мы воспользуемся вот эта инструкция это и ему ему в нем по сравнению с лот и store то это будет смотрите это будет не оптимальным и не оптимальным покрытием и не наилучшим покрытием почему вот эта инструкция не будет наилучшим покрытием ну вот мне мои от их ну потому что есть инструкция которая весит меньше вес на почему она не будет оптимальным а а она не будет оптимальным посмотрим ровно по ровно по вот этой причине сейчас помечу экране если бы это покрытие было бы не оптимальным оптимальным то бы мы не могли взять вот эти вот две инструкции которые я ввожу на 9 8 и преобразовать их набор инструкций с меньшим весом вот конкретно две соседних а здесь мы как раз смотрите берем две соседних инструкции и как раз распиливаем их по-другому то есть если бы такую вот эту инструкцию нельзя было бы там склеить и снова расклеить с меньшим весом такая конструкция была бы оптимальный вот и обычно когда мы строим компилятор мы строим все-таки оптимальное покрытие они наилучше почему как вы думаете ну да я нельзя решить так сказать достаточно быстро поэтому мы стараемся хоть какое-то покрытие найти ну грубо говоря чтобы у нас каких-то прямо очевидных оптимизации не возникало вот поэтому мы будем искать как раз с вами оптимальное покрытие так хорошо мы строим оптимальное покрытие и здесь как раз возникает алгоритм который начинает следующее это алгоритм максимального покрытия он строит оптимальное покрытие и он называется по факту является жадным алгоритмом то есть что мы делаем мы начинаем с корня дерева добавляем ее в очередь и дальше делаем следующее мы пытаемся выбрать паттерн с наибольшим количеством вершин при этом при равенстве количество вершин выбираем произволь вот и дальше это под узлы этого дочернего процесса добавляем в очередь вот этом очередь можно заменить на рекурсивный выход при этом можно заметить в целом что такое дерево сойдет то есть мы как бы идем не от корня к вершине а не от вершины к корню от корня к вершине соответственно если у нас есть оптимальный набор инструкций то так или иначе у нас дерево сойдется в какой-то момент времени единственное сразу тут нужно сказать что этот алгоритм в принципе может обладать не рекурсивным свойств ой свойствами на связанных с откатом потому что в принципе можем с вами дойти до определенного момента и дальше не подниматься для этого выхода вот собственно это вот алгоритм который позволяет найти оптимальное покрытие так понятен тупой жадный алгоритм пытаемся присоединиться сверху вниз хорошо другой вариант это динамическое программирование и что позволяет сделать динамическое программирование динамическое программирование позволяет найти наилучшее покрытие как бы он идет снизу вверх и идея такая что мы по факту можем с вами сказать следующее давайте в вершине каждого дерева будем хранить паттерн его детьми то есть сколько занимает сейчас текущий момент покрыть оптимальный паттерн и дальше мы что с вами делаем мы говорим что вес покрытия паттерн потенциал покрытия паттерна это значит его значение плюс значение которые висят на грозных его детей понятно что если у нас какой-то паттер не покрывается дочерним то мы считаем что вес этого паттерна бесконечность и в итоге мы с вами выбираем покрытие наименьшего веса по идее она является наилучшим но по факту тут нужно смотреть аккуратно с набором инструкций да потому что грубо говоря несмотря на то что у нас есть линейные инструкции то то что делать с фи инструкциями это хороший вопрос на потому что нам нужно взять определенное значение а вот и вот такие инструкции по которых у нас код не является линейным как его покрывать тоже хороший вопрос то есть поэтому если у вас все инструкции нет динамическое программирование подходит если у нас нету фи инструкции дочнее наоборот если у нас есть инструкция то вот сожалению этот алгоритм может не работать а в принципе подход который берет сверху вниз он позволяет получить правильное значение так смотрите здесь как раз показывается алгоритм который заключается в том что у нас с вами есть вот такой оперант это у нас алгоритм который идет связаны именно с дочернем снизу вверх и так смотрите на первый способ которым мы можем двигаться это мы берем складываем что-то с и константы мы получаем вес 1 вот при этом лифт кост тоже будет один то есть констант 5 а констант это тоже один так значит и второй шаг который мы можем сделать то есть мы оцениваем это значение операнда плюс а значение операнда плюс это значение сумму операнда в которой у нас имеется и вот этот вот этот плюс он как раз нам дает в итоге значений либо 3 если мы возьмем от и возьмем отдельно 2 константы либо это и когда мы говорим что мы можем прибавить какое-то число заранее вот в итоге у нас получается вес либо три либо два либо два соответственно мем дальше эта инструкция лот и тут все зависит на самом деле от того, какой лот мы сделаем. Мы можем сделать лот тупой, который загрузит определенные значения только. Мы можем сделать умнее. Мы можем взять операцию лот, которая берет значение и складывает его с константой. То есть это классический оператор лот. А здесь у нас как раз регистр, который позволяет взять значение с константой. То есть значение взять регистр константы, это единичка. Ну и в итоге у нас получается так или иначе Total Cost оптимален тогда, когда мы берем мем плюс констант. Да, я расскажу, что здесь ставил код по факту не один, если мы берем код А10, потому что мы сказали, что лот у нас занимает 10 операций. То есть вот явно таким образом, поднимаясь снизу вверх, мы можем увидеть инструкции, которые нам нужны. Вот. Так, понятен ли этот алгоритм? Поднимаемся снизу вверх и строим наше дерево. Вот его недостатки. Хорошо. Давайте поговорим про следующее. Паттерны как правило в грамматике. То есть иногда правила разбора полезно задавать, как определенные правила в грамматике, но тогда нам нужно итерироваться по правилам, и это кажется неоптимально, но в целом, если у вас грамматика плюс-минус однозначная, можно использовать bizon, но я думаю, что вот если внезапно возникнет вот такое фанатичное правило, давайте воспользуемся парсером правил ассемблера, вот, и используем для instruction selection bizon, вот, лучше это откинуть нафиг, да, тем более первая недозначность, которую мы поймем, поймаем, она нам не даст результат. Вот, давайте как раз вот с учетом этого попробуем оценить сложность, сложность алгоритма покрытия. Значит, здесь математический факт. Пусть у нас имеется T шаблонов, и всего у нас имеется T шаблонов, вот в нашем правиле, если мы говорим про, вот, язык, который мы говорили, там порядка 20 шаблонов. При этом каждый паттерн в среднем содержит К ни листовых узлов, да, то есть К точек, к которым мы можем привязаться. Значит, при этом давайте оценим, пусть у нас, ну, понятно, что каждый паттерн нужно сделать соответствие ему к какому-то примеру. И предположим, что К штрих – это количество узлов, которые необходимы для того, чтобы сопоставить наш шаблон. То есть понять, подходит нам этот шаблон или не подходит. Да, и будем считать, что у нас в среднем T штрих паттернов подходят каждому узлу. Тогда давайте оценим сложность, которая у нас возникает в алгоритме максимального покрытия. Смотрите, значит, у нас всего в дереве N узлов, да. Каждый из узлов уменьшает, грубо говоря, этот, ну, в среднем оставляет где-то К… Так, же, секунду. К… Кажется, тут, кажется, тут запечатка. Сейчас давайте подумаю. Почему нам надо найти N делить на К узлов? Ну, да. А, ну, да, не листовые узлы – это именно те узлы, которые внутри правила содержатся. То есть, образно говоря, если мы возьмем наше правило… Где тряпки? Смотрите. Для вот этого примера К равняется трем. То есть, вот он раз в нем листовый узел, вот он два не листового узла, вот от преднего листового узла. Листовый узел – это тот узел, которым мы можем подцепить правила. Соответственно, смотрите, у нас всего N узлов, а не листовых, то есть, каждый раз у нас отсекается по К узлов. В итоге количество узлов равняется N делить на К. То есть, количество раз, которым нам нужно будет матчить наш шаблон, будет N делить на К. При этом каждый узел у нас будет обрабатываться за К штрих на Т штрих операции. Почему? Потому что у нас с вами количество узлов, которые необходимо проверить для этого шаблона. Это К штрих, которые нам для каждого паттерна необходимо проверить. При этом у нас в среднем Т штрих узлов подходит к каждому узлу. Тут в итоге получается, что нам как бы нужно найти эти шаблоны. Да, тут на самом деле, может быть, даже на Т. Ну, где-то вот такая симптотика, то есть, вот эта константа у нас будет зашиваться. В итоге, сложность нашего алгоритма получается К штрих на Т штрих, потому что нам надо среди всех этих паттернов найти максимальный по количеству вершин. А умножить на N поделить на К. То есть, как бы мы с вами экономим, получается, одну катую операций для этой штуки. Ну, а если мы делаем классическое динамическое программирование, нам необходимо просмотреть все вершины. Собственно, у нас совсем точка будет именно в К раз больше. То есть, вот такой вот у нас получается результат. Да, значит, вот такая интересная вещь. Ну, в целом, этот алгоритм как раз можно использовать для своих задач. Так, понятно ли оценка эти точки? Ну, то есть, ну да, ну то есть, важно посмотреть именно, какое количество решений у нас есть для каждого уравнения. Вот, значит, и теперь мы как раз с вами, когда осваиваемся, осваиваем эту всю вещь, нам нужно поговорить с вами детально про архитектуры процессоров. Собственно, есть две классические архитектуры. Первая – это RISC, это Reducid Instructions от Computer. Это инструкция быстрая, приблизительно одинаковые стоимости, но работа с памятью только через операцию Load Store. Да, и при этом инструкция обычно трехадресные. Примерно таких архитектур это R. Значит, если мы говорим про CISC-архитектуру, которая комплекс Instructions от Computer, есть инструкции разной сложности разного типа доступа к регистрам данных. Инструкция, кстати, обычно двухадресные и пример этого x86. Ну да, я вообще этот процессор изначально придумали для калькулятора. Да, таким образом, что сколько тут? Тут раз, два, три, четыре, пять компьютеров, да? Нет, у меня не калькулятор. Да, у меня Mac. У меня Mac на M1. Ну, посмотрим в примере, как инструкция. Да, Redisting Traction Computer. Вот, значит, в чем особенность риска? Архитектуру? Да, согласен. Да. Кто? А че? Так, извините. Так, извините. куда изобрелась. Там же был забавный эффект, что классический пример того, что для каких целей на самом деле использовался PlayStation 3 в свое время и PlayStation 4. Фермы большие. Да, 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 да. Вот, поэтому тоже особенность есть. Особенно это Николай знает. В особенности приставок, консолей. Вот, значит, в риске что у нас есть? У нас есть больше регистров, дальше у нас есть арифметические инструкции между регистрами, инструкции трехадресные и loadStore в режиме M от регистра плюс конст и результат на одну инструкцию. Я предлагаю какой-нибудь код скомпилировать. Ой, главное, чтобы петличка не падала. Итак, значит, какой код скомпилируем? Ну, блин, холл-ворд неинтересно. А? Ох, ох, ох. Ага. Давайте это какой-нибудь я возьму. Да, я, кстати, наконец-таки запушил код везду 20-24. Пока не смерзал с мастером. Будет делать проекты от другого проекта. у нас есть в середине, которые… Да, да, да. Так, давайте, что мы именно посмотрим? Я предлагаю… Это неинтересная функция. Давайте if-ы начнем. А, вот он, наш любимый if. Идем мы с вами в Godbolt. Это сайт компилер с инстрактор. Да. О, кстати, у меня есть код. Прекрасно. Так, какой компилятор будем использовать? ArmGCC, я предлагаю использовать. Так. Вот у нас инструкция на ArmGCC. Давайте посмотрим. Да. Нет, это функция Square. Вот это вот. То есть у нас ArmV1. значит… А? Ну, а что тут? Есть разные версии. А, вот да, действительно. У меня была включена опция MetalV. Вот у нас две функции. Square, LDR3. Инта. Что мы здесь видим? Да. Ну, что есть, кстати, есть трансляция. Вот он, ИВ, да? И вот у нас как раз есть LDR, да? LDR, что у нас делает? Он загружает регистр. То есть у нас получается… Вот это классическая операция LOAD. То есть у нас есть как раз R7 и $12, да? То есть это у нас, кстати… Что такое $12? Это, скорее всего, сдвиг. Давайте поймем. Значит, вот он у нас получ… Вот это у нас, кстати, StakePointer. Решетка 0. Значит, дальше R0 и решетка 12. Да, вот. Вот, смотрите. Кстати, обращу внимание, не зная интересный момент, заключается в том, что кажется, что операция пишется в обратном порядке. Потому что R3 это у нас сравнивается с константой 10. Вот. То есть мы… Ну вот, да. То есть смотрите, дальше сравнивается 10 и дальше есть Bne. Да, то есть мы прыгаем, если у нас значение not equal. Понимаете? Да. If not equal. То есть смотрите, у нас trace, обращу внимание, как настроен. То есть мы по умолчанию будем заходить внутрь цикла, а не вне цикла. Ой, внутрь условия, а не вне условия. Да, то есть как бы if the else лучше компилировать вот таким образом. Значит, дальше у нас идет лот. Загружаем мы с вами еще раз значение решетка 8. Я правда не понимаю, почему он грузит несколько… А, тут уже как раз, видите, используется разный набор регистров. Вопрос, почему он это не оптимизирует? Нет. Включить? А, ладно. А вы что не возвращаете? Ладно, мы переведем в классе с пополки. Ладно. Да, что возвращать-то будем? Да, интон. Ага. Да, да. Ага. то есть видите тут есть даже и в зен и в зен оператор да конечно он делает следующее up to for following construction кондишн а он включает возможность мувал то использовать регистр да lte лозан а смотрите у нас же фишка в том что себе больше c так минус 103 давайте посмотрим ну да 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 нет уже не а вот один кстати ну то есть смотрите как раз мы с равным значение 0 до и значение кстати передается по регистрам то есть r1 r2 это регистр который передается в аргумент функции так кстати вопрос сколько регистров он может принимать давайте проверим так ну вот смотрите я добавил 5 аргументов смотрите значит брань фу equal l4 то есть видите здесь он уже создал новую метку значит дальше он это 1р2 если получается у нас то мы прыгаем ветку l3 где она а вот она то есть это и 3 то здесь все окей а что здесь происходит да да и смотрите что у нас происходит мы загружаем регистр до r0 и sp это стеклоинтер да сверху стека то есть видите а переменная е уже нам прилетается стека то есть как бы до четырех аргументов подальше уже аргументы берутся стеках вот такая особенность то есть это как раз у нас аром да и видно что здесь количество инструкции очень большое так на а3 на он переменную состав к используя черными все посмотрим где тут микс микс гтс тоже используем и так давайте с оптимизацией а четвертое то что ну это да 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 сейчас равняться прыгаем да в l5 а дальше что это slt да метки какие то вообще видно что инструкции такие интересные зависимости от бэкэнда у нас так ну чё осталось циск посмотреть архитектуру давайте как раз про нее поговорим что заключается циск циски у нас меньше регистров регистры при этом поделена на разные классы регистров а вот арифметические операции могут работать как с память а так с регистрами двухадресная форма то есть здесь у нас было три трехадресная да еще раз еще раз покажу то есть мы идем с вами на куда давайте вернемся вот да то есть у нас трехадресные инструкции есть двухадресные трехадресные здесь двухадресные инструкции но здесь есть побочные эффекты допусти к примеру побочных эффект относятся автинг комент андресов специальная переменная которая нужна и кстати сразу скажу что видно тут вот есть это типа вот вот здесь вот как раз все было заточено под x86 изначально то есть потому что здесь есть программ каунтер так ничего посмотрим пример этого кода на этом а как x86 наверное давайте вводим здесь он на уровне так смотрите давайте читать значит у нас есть регистры и я x и в x а то есть видно что у нас инструкции есть разного класса здесь мы копируем на регистр дальше значит сравниваем значение еды и с десяткой и дальше прыгаем то есть jump equal в l4 если нет то ритер да за этим мы идеи сейвали все в x то есть это аргумент возвращения дальше чем мы делаем jump equal а стоп а где тут сравнение бы больше c а все понял то есть он сначала типа вычислил результаты выражения до получается я чё-то не понимаю а я чё-то не понял понятно а понятно да вот это вот д плюс и так стоп сейчас получается в общем видно что здесь говорится несколько оптимизации здесь вот как раз по операциям видно что мы очень сильно экономим на количество регистров у нас есть регистров разные классы да и собственно да видите у нас прямо особенность идут под определенные инструкции инструкции вот значит давайте скажем что вот давайте попробуем решить некоторые проблемы сейчас на текущей стадии как ни странно на текущей стадии у нас происходит следующее первое мало регистров они у нас виртуальные пока что мы не паримся не паримся с проблемой малого числа регистров до регистр распределяются в разные операнды собственно если мы хотим использовать какой-нибудь оператор т1 т2 на т3 то мы можем сделать следующего собственно сделать оперант move я x2 да потом му я x3 то есть взять значение перри пиранда и потом переместить значение т1 вы я их сразу скажу что здесь т1 т2 это 3 это виртуальный регистра то есть они пока что самом никаким образом не не влияют вот собственно двух адресной инструкции если у нас есть то собственно тоже перемещаем значение регистра дальше складом то есть видно что у нас идет большое количество операндов move которые нам необходимо обеспечивать вот ну и реапевтические операции у нас в циске могут обращаться к памяти то есть наша цель будет попытаться именно отслеживать команды которые делают лишние операции move да да тут именно такие вот вещи так побочные эффекта собственно у циск архитектуры и не бывают вот ну и собственно если мы говорим про сайт эффекта то сейчас на современных архитектурах их практически господи вот ну вот ну вот а переписывает ну вот вот как бы ну взрослая как 40 как очень мало вот поэтому как бы поэтому можно использовать на сайт эффект да кстати вот раз у нас есть такая возможность давайте посмотрим собственно как работает x все 4 силанг в принципе тоже можно посмотреть вот да 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 ну вот да 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 то есть все да то есть кмп и dx и dx собственно и если у нас значение равно то мы перемещаем указатель а здесь видно все в чем в чем особенность здесь еще порядок инструкции меняется вот в отличие от армада все ну риск архитектура это да значит добавляет значение в 4 в 3 кстати он тоже переставил ну да 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 кстати обращу внимание что теперь он d плюс я типа посчитал то есть он типа вместил ну да дальше значит мы сравниваем в 1 и в 2 только в 1 bc да а дальше мы говорим следующее что если конечно струк они шелсерец нравится а вот мы и поняли как и фи инструкции можно использовать что так да 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 то есть что у нас получается очень весело ну чё по традиция как говорится уже да 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 больно больно так ну чё попробуем скомпилировать вот эту штуку давайте рубрика эксперимента посмотрим что скомпилирует мой маг так силанг минус с о господи как же он долго компилировал а я забыл опцию оптимизации включить ну не знаю мне кажется что мне кажется он то же самое сделал молодец давайте посмотрим как структура как структурам обращаться где у нас массива да господи и как-то написать сейчас давайте подумаем так идем сюда пойдем сюда давайте int как передать массив так вот он код кстати значит давайте посмотрим что у нас тут есть надо да надо с чем сделал он сделал buff jump if not equal на то есть смотреть чем тут происходит мы значит вот регистр x0 x9 да а подождите по моему он сделал следующую вещь кстати интересно чтобы если сделать 100 то же самое да а почему он x0 x9 назвал их ну ладно видимо в обратном порядке ну да 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 то есть у нас всегда кстати есть еще регистры которые необходимы именно сохранять а чего long так сейчас подключу зарядник то есть смотрите в чем особенность особенность то что он прибавляет не 1 прибавляет вот по 8 до прибавляет созов для того чтобы как раз к нему обратиться а потому что 4000 арбитная архитектура размер long совпадает с размером слова тоже тоже да кстати кстати был забавный момент что в какой-то проекте мы что-то делали под артуина и мы в качестве каунтера использовали счетчика времени использовали им а там и буду вайдных до че он сделал он цикл развернул мочесная а на это вот так ну да вектор векторный сдвиг sim ну да вот на лдп налад пера всему сим-регистра вот они кстати принимаемое значение x04 x0 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 64 то есть да а что такое в 1.2 454 плюс 2 до мощный так кентам вернемся микрокод как да а в 1.2 это у нас а развернутая все ну то есть он по фактору то есть на самом деле современные процессоры умеют даже вот такое то есть векторные инструкции да я боюсь давайте посмотрим что взял x мм да да на то есть видно что все инструкции так не или иначе пытается вот такие вот интересные вещи да понятно что именно здесь важная особенность ну кстати кстати не только в этом это где а ну да кстати как ни странно вот если вернуться к какой-то на куде там там есть вот такая инструкция причем она делает это вектор на внутри одного варпа то есть внутри одного из сингла строк операции называет shuffledown sync вот так работает шапал да он она двигает регистр на 4 влево не ну тут тоже есть шапал инструкция то клинать шапан струкции скорее всего полным помоитесь x86 вот в общем вот такие вот интересные вещи то есть что у нас есть у нас есть вами риск архитектуры у нас есть вами циск архитектура собственно если вдруг кто-то хочет реализовывать backend можно выбирать любую архитектуру по желанию понятно что кстати как вы думаете на каком под какой backend проще писать код по-дармовски или по ой платы циск или под риск да 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 аценблерного файла да конечно под риск всегда проще но опять же особенность том что именно с точки зрения железа риск архитектуры работает сильно капризнее для того чтобы сделать эту риск архитектуру рабочий нужно сильно постараться я говорю не про то что типа как этот код писать а про то что как ну да ну это тоже есть такое не просто на самом деле если честно говорить что арховские процессоры они просто с точки зрения сказать неосвоенности архитектуры они могут работать либо сильно энергоэффективно да вот те же самые маки либо наоборот драть заряжать энергии как не всегда то есть ну да собственно и как ни странно тоже можно посмотреть я кстати сделаю эту вещь значит у меня есть доступ к фпгашки 1 я наверное смогу сказать какая там архитектура да чтоб вы понимали что такое фпга это специальная плата которая можно самостоятельно запрограммировать вот и собственно выполнять разные разные операции по именно зачастую под этим то есть она у меня там используется для ну не совсем даже то есть можно самому запрограммировать чипы и именно при помощи него выполнять операции просто там как раз всякие биоинформатические выравнивания происходят разно говоря на геном вот и типа разработчики что утверждают что их тул работает в разы быстрее но типа ну что ческать там грубо говоря чип на котором типа 20 ядер заявлено работает где-то ну два раза быстрее чем сейчас дайте мне не соврать по моему где-то чем 100 ядерный компьютер а просто 100 ядерный цифру нет стоядер x86 но это именно кластера то есть это именно с хэдэ то есть это вот как берется все одно уровне запускается ну и поехали не ну в целом такие системы есть там просто берут процессор объединяет их несколько да 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 вот в общем вот такая вот вещь значит давайте сразу затравку на следующий раз тут больше мы с вами рассматривали всякие особенности связанные с ассемблером то есть вы поняли что как бы нам нужно делать большое количество виртуальных регистров да вот а теперь будет вопрос следующем как все виртуальные регистры переправить в обычные регистры и здесь как раз как раз мы так сказать эту тему можно было рассматривать на уровне оптимизации на теме связанных с оптимизациями но мы к этой теме как раз приступим на уровне как раз выделение регистров да то есть это как раз граф потока управления нам как раз нужно будет его посмотреть да то есть будем будем смотреть кстати и вообще если смотреть на тему которая будет этому посещена это алгоритм раскраски на графах то есть нам нужно будет построить граф пересечении и граф конфликтов и его раскрасить в определенные цвета все наверное на этом даже все вот эти вопрос окей да вопросов нет ладно тогда восстанавливаем все всем кто смотрит в ю тубе всем хорошего дня